Всем привет, меня зовут Богдан Лапицкий и я Level Artist компании Wiser Games на проекте Blood of Heroes. Сегодня я хочу рассказать об Level Arts, кто такой Level Artist, какие способности ему нужны для работы и зачем он, собственно, на проекте. Весь мой доклад будет как бы осматривать весь Level Art поверхностно. Мы не будем углубляться в какие-то нюансы, потому что все этапы, которые я буду расписывать, заслуживают отдельной лекции. И, пожалуй, мы начнем с того, что же нужно Level Artist для работы. Навыки и способности. Глаза, конечно, чтобы увидеть Asset в контент-браузере, руки, чтобы достать из контент-браузера Asset и поставить в сцену. И, конечно же, вкус. Нет, не для того, чтобы пробовать, чтобы сделать красивую кучу из Asset. Такой стереотип может ходить у многих людей, которые не связаны с индустрией. Многие считают, что художники сидят, рисуют, 3D-моделлеры сидят, готовят Asset, а Level Artist передвигают объекты в сцене. Это все, конечно, была шутка. Level Artist нужны довольно много навыков для работы, для профессиональной работы. Я эти все навыки подразделяю на три типа. Это коммуникативные навыки, художественные навыки и технические навыки. Начнем, пожалуй, пойдем от простого к сложному. Коммуникативные навыки. Собственно, Level Artist должен быть таким человеком-комбайном, потому что он взаимодействует с многими отделами, и он является связующим звеном. Чтобы удачно взаимодействовать с другими отделами, чтобы им понятно объяснить, чего ты хочешь или понять, чего хотят они, нужно поверхностно знать работу у каждого из отдела. То есть иметь какие-то поверхностные навыки и в рисовании, и в моделинге, и в какие-то технические знания. Собственно, о чем я и сказал, и о чем я буду излагать дальше. Следующие навыки — это художественные. Художественным навыкам я также разделяю на несколько этапов. Это рисунок, понимание окружающего мира. Я, кстати, здесь не зря поставил картинку с наброскам, потому что художник познает окружающий мир через наброски. И третье, самое большое — это композиции. Начнем, пожалуй, с рисунка или же как Level Art 2 нужен оверпинт. Поверх скриншота порисовать — это скорее вспомогательный. Вы, конечно, можете делать красивые лайн-арты, как показаны слева и справа. А можете для себя рисовать что-то похожее, что снизу. Да, непрезентабельно, но зато это очень полезно. У людей, которые любят рисовать и которые учились в художественных заведениях, у них рука сама будет тянуться к тому проблемному месту, где нужно добавить детализацию или, наоборот, заштрихуют то, что не нужно. Это помогает в сложные моменты именно мне. То есть когда я вижу, что я на чем-то застопорился, вроде бы я как бы выложился, но результат меня не устраивает, я просто начинаю поверх рисовать и в итоге как бы я автоматически нахожу какие-то решения композиционные. Это, опять же повторюсь, это не обязательная, но полезная вещь. Перейдем дальше. В большой части очень композиция. Level Artist композиция очень важна. Это, наверное, самый важный навык, который нужен Level Artist. Вы можете видеть вот на примерах абстрактных композиций, что размещение объектов, собственно, что и делает Level Artist, он размещает ассеты в сцене, могут влиять на настроение, могут влиять на восприятие игроком какой-то информации. Вот, к примеру, устойчивая и неустойчивая. То есть можно собрать конструкцию, которая будет казаться, что вот-вот она рухнет. Или наоборот, уверенная конструкция, по которой игрок будет смело бежать и не бояться, и быть уверенным, что этот этап локации, он прочный, статичный и ничего с ним не случится. В учебных заведениях есть такое упражнение композиций геометрических тел. И в целом, если вы посмотрите, то оно уже по большей части похоже на какой-то элемент Эвардмента или уже на целую уровень. Но попрошу заметить, что это не блок-аут, это именно композиционные геометрические тела, композиция геометрических тел по отношению друг к другу. Даже обычные ассеты можно располагать в сцене интересно. Вот как, например, здесь обычные элементы образуют какой-то необычный результат. Или же, вот в пример из игровой индустрии, как из обычных объектов делают необычные вещи. Мы понемногу перешли уже к композиции игровой и игровой камеры. Композиция из игровой камеры, она как бы принято разделить на три части. То есть передний план, средний план и бэкграунд. Передний план служит больше как обрамление, какая-то красивая рамка, которая насыщена деталями, но все-таки фокусирует зрение игрока на объектах, которые находятся на втором плане. На втором плане находится, собственно, сама живописная картина. Это какой-то важный объект, к которому игрок стремится. Это какие-то большие формы и композиции рассказывают лор или наделяют какой-то атмосферой локацию. А бэкграунд или дальний план, он служит для, ну, собственно, для бэкграунда. Это может быть и просто небо, а может быть какие-то вдали горы или сам локации. На втором плане есть ключевой объект, к которому игрок стремится. Но порой этот ключевой объект или элемент лора переносят и на третий план, когда он должен проходить по всем локациям как общий ориентир, к которому стремится игрок. Вот, к примеру, скриншот из метро 33 Exodus. То есть скриншот сделан мною, он не подобран специально, но опять же, мы видим просто рандомный скриншот, но мы тут видим все, о чем мы говорили до этого. То есть красивая рамка детализированная, то есть растения, деревья, там красивый landscape проработанный. На втором плане мы видим объект, к которому мы должны стремиться, то есть лэп и еще второстепенная задача, к которой игрок стремится, это церковь на дальнем плане. То есть мы это четко видим по центру экрана и не можем заблудиться и запутаться, куда нам идти. Также второй пример из God of War, собственно, тут как раз таки важный элемент, к которому стремится игрок, он перенесен со второго плана на третий. Это, собственно, гора, к которой главный герой стремится на протяжении всей игры. И эта гора никогда не пропадает из виду, то есть она является ключевым элементом. Если вы не знаете, куда идти, вы просто смотрите в сторону вверх, и вы видите гору, и, собственно, туда идете, и вы будете на правильном пути. Или же, к примеру, любимые всеми красные флажки. Собственно, они выглядят как стрелочки, которые указывают путь. Странно, что этот элемент еще не запонсентовали. Вот красный флажок, видите красный флажок, видите красный флажок. Собственно, две разные игры, две разные компании, и везде у них красные флажки. Но направлять игрокам можно и не только флажками. Игрокам можно направлять светом. Например, свет в конце туннеля. То есть вы идете по туннелю, который освещен факелами, а вдали вы видите солнечный свет, проникающий откуда-то снаружи. И вы уже интуитивно стремитесь к этому свету. Это могут быть какие-то элементы эваромента. Вот, например, как здесь. Собственно, вся форма этой скалы как бы указывает в сторону вправо, что иди вправо. И, глядя на это, просто хочется идти просто вправо. Или же это могут быть какие-то порталы или ворота. Как здесь. То есть, если вы видите, как бы элементов много куда идти, но вы интуитивно захотите пройти через ворота. И, собственно, стремиться к объекту на заднем плане, то есть к цели миссии — это церкви. Второй этап художественный — это понимание окружающего мира. Что я к этому отношу? Ну, какие-то художественные познания окружающего мира. То есть, что если у вас стоит задача сделать разрушенное здание, какую-то многоэтажку, то вы понимаете, что это не просто должны быть куски стен и груды кирпичей, а что эти стены, во-первых, они состоят из бетона и из арматуры, что в этих квартирах когда-то кто-то жил, и в ней находятся элементы мебели, какие-то части обихода, окна, батареи, стены покрыты плиткой, обоями и так далее. И, естественно, вот это вот как бы элементарные вещи новички не всегда замечают и не всегда используют. К примеру, архитектура — это просто суперважный элемент, который нужен левел-артисту. Это как персонажникам нужна анатомия, которую они постоянно учат, учат и никак не выучат. Важный элемент, который, ну, нельзя просто сказать, что ты его изучил и все, оно у тебя есть. Архитектуру постоянно надо учить, надо знать, как строиться, надо знать, на каких основных элементах конструкции, чтобы она выглядела устойчиво и уверенно. Вот, к примеру, здесь как бы мы видим просто стену и колонну. Оказывается, не все так просто. Оказывается, тут находится куча знаний, которые разработчики вложили. И начинающий левел-артист, он просто поставит стенку и не будет понимать, почему у него картинка кажется скучноватой. Оказывается, просто нужно добавлять элементы, к которым человек, собственно, уже привык, которые он просто интуитивно хочет добавить именно в архитектуре. Вот, к примеру, локация из For Honor. Вы посмотрите, насколько здесь проработана архитектура. То есть здесь какие-то… То есть по блокаду здесь находится обычная стена, но здесь проработано так, что здесь есть и ворота, и какие-то опорные балки, и какие-то балконы, и вентиляционные какие-то отверстия, окна, бойницы и так далее. И естественно, чтобы это сделать грамотно, это все нужно знать. Следующим этапом я так называю обратная детукция. В психологии, конечно, есть такой термин, но я его подразумеваю немножко по-другому. То есть дедукция – это, скажем обратно, детукция – это мы должны сложить локацию так, чтобы игрок почувствовал себя Шерлоком Холмсом, чтобы он увидел и понял историю, которая произошла на этой локации. Вот пример. Попадаем в какую-то деревню и, собственно, не нужно быть особым гением, чтобы понять, что здесь как бы была битва. То есть здесь история рассказывается через лор, что здесь что-то произошло. Вот пример Варвинта, где, например, сгорел дом. То есть мы видим какой-то объект, у него есть какая-то история. То есть он когда-то горел, то есть у него там видно, что что-то перегорело, несущие балки обломалось, оно все ввалилось внутрь. Материал им показан, что это угли. Или вот здесь, то есть опять же, возвращаясь к тому, что я рассказывал. Квартира, разрушенная квартира многоэтажки. Ее можно было оформить просто. Какие-то куски стены обгрызанные, обломанные, какие-то куски кирпичей. Но нет, Левел Артис пошел и углубился в тему. Он передал, что в этой квартире кто-то жил. Он показал обдертые обои на стенах, он показал элементы мебели, которых людей, которые здесь жили. Именно поэтому интересно бегать по этим локациям, потому что здесь есть своя история. Рассказывайте обязательно историю. Мне очень нравится метро, и у них есть очень интересный подход к локациям. Его, конечно, не везде можно использовать, но этот элемент как бы игрок, как зритель, как бы заглядывает в элементы локации, и там происходит какая-то сценка, зрителем которой он случайно является. То есть это очень удачный элемент, который мне нравится. Я сам играл и смотрел много стримов, и многие люди останавливаются у каждого щели маленького окна и выслушивают диалоги персонажей, которые там находятся, и изучают локацию, в которой они сидят. Собственно, это просто отдельный такой элемент, который можно считать элементом и вармента, но он рассказывает лор. Но иногда и не лор, а иногда просто такая какая-то интересная историческая вставка. На этом кадре, собственно, история показана сама собой. То есть мы видим кадр, и мы понимаем, что у этого элемента очень глубокая история. То есть каждый элемент, который мы вот, собственно, этот вот развилку мы пробегаем быстро, не обращаем внимание, что здесь происходит. Но если присмотреться, просто каждый элемент этого часть Эвармента рассказывает свою историю. Вот пример из For Honor, который мне тоже нравится, очень профессиональный подход. Локация, на которой, если присмотреться, также можно разглядеть историю. То есть мы видим корабли, которые на полном ходу влетели в локацию. Мы видим элементы, где дракары использовали как мосты, чтобы подняться на стену. Мы видим какие-то элементы боя. Ну, это все очень классно рассказывать через элементы Эвармента. Собственно, то, что должен делать левел артист. Он может это, если это элемент лора, то, конечно, обязательно должен сделать, но можно рассказывать историю через необычные, ну, небольшие объекты, небольшие сценки. Например, сломанная телега и от нее отвалилось колесо. Игрок, приходящий мимо, будет понимать, что здесь что-то произошло. У кого-то что-то случилось, селега упала на бок, она сломалась и ее, собственно, люди, которые на ней находились, пошли дальше. Также важным элементом Эвармента является именно игровая поверхность. Насколько она разнится в разных элементах в разных играх. То есть по максимуму из поверхности, потому что поверхность в основном может занимать от 30 процентов до 50 процентов игрового экрана. Используют ее разнообразие по максимуму. И на примере For Honor мы можем увидеть, что даже игровая поверхность не всегда должна быть игровой поверхностью. Это могут быть какие-то решетки, люки. Если продолжается идея, то и стена не всегда может быть стеной. Это может быть опять же какая-то решетка, какой-то забор, сетка, за которой мы будем видеть какую-то локацию и продолжение мира. Это считается большим бонусом, если вы расширяете локацию и создаете иллюзию, что она не замкнута. То есть мир открытый, и он продолжается дальше. Вы спросите, зачем мне все эти навыки, если я работаю в компании, в которой есть целый художественный отдел, который мне это все прорисует, покажет и расскажет, куда что поставить. Да, есть такой момент, но задача художников не всегда заключается в том, чтобы пририсовать вам каждый асет и место, где он лежит. Порой вам могут прилететь вот такие концепты. Это прекрасный концепт, в который концепт-художник прекрасно справился со своей задачей, он передал атмосферу, он нарисовал какую-то большую композицию, общую композицию. Он прорисовал какие-то световые тона, цвета, которые должны быть в локации. Он не обязан прорисовать здесь траву, какая трава здесь растет, какие камушки здесь находятся, есть ли тут какой-то ручеек снизу. Это уже ложится на плечи левел-артиста. Вот тоже пример отличной композиции, сделанной концепт-художником. Прекрасный концепт, есть настроение, есть большой объект, есть понимание, что это такое, есть влияние какое-то на зрителя, но если вы присмотритесь, то заметите, что если начать это собирать, возникает очень много вопросов. И без художественных навыков, каких-то навыков знаний архитектуры или какое-то знание техники, какую-то насмотренную базу вам будет очень сложно. Или же здесь, композиция вроде бы кажется, что все нарисовано, все понятно, как бы есть сценарий, есть улицы, есть какие-то элементы. Но если вы представите, что вы начнете собирать эту локацию и посмотрите на левое здание, на правое, вы вряд ли тут даже разберете этажность этого здания. Собственно, из чего это здание состоит, какие элементы, тут уже оставлено место для воображения для левел-артиста. Тоже отличный пример композиции, отличного художника со своим настроением. Но опять же, если начать собирать этот концепт, возникнет много вопросов. Во-первых, дальний объект, который находится, из чего его собирать? Вряд ли в мире найдутся такие огромные бревна, из которых можно собрать такую композицию? Этот элемент придется левел-артисту пересмотреть, найти какие-то новые решения, сохранить общую тематику этого концепта, этого объекта, не потерять направление лора, который передал концепт-художник. Или же могут вообще прилететь такие концепты? Тут понимаете сами, что много чего нужно додуматься самим. Конечно, вы можете прийти к концепт-художнику и сказать «так, парень, непонятно, что ты мне тут нарисовал, я вот имею бочку, я имею тут какой-то камень, а ты вот тут нарисовал, я не знаю, куда все это поставить». Да, концепт-художник может нарисовать вам и такие концепты. Но тут уже вопрос стоит в том, что он потратит очень много времени на этот концепт, прорисуя каждую деталь этого концепта и спрашивается, а зачем тогда Level Artist? Если художник, ему проще уже в уровне расставить эти объекты, каждое на свое место, чем сидеть и прорисовывать каждый объект. Но у Level Artist есть еще и технические обязанности, и ему нужны технические навыки. Здесь, конечно, потребуется для работы моделирование, потому что некоторые объекты в сцене порой приходится делать болванки. Иногда объекты в сцене приходится ставить сначала боксами, потом какой-то быстро замодельной болванкой. Эту болванку проще отдать 3D-делу, чтобы они уже по болванке сделали какой-то asset по габаритам и с нужным пивотом. Знание движка, конечно, потому что сюда входят и сама настройка asset, и настройка уровня, настройка игрового, можно сказать, мира, world setting, настройка света и многое другое. Просто если вы плохо знаете движок, вы скорее будете очень часто становиться в ступор. Что-то делать, а потом останавливаться и думать, а как сделать правильно или как этот вопрос решить. Будете тратить время на то, чтобы гуглить, искать ответы. Ну, в общем, чем опытнее Level Artist, тем лучше он знает движок и тем быстрее он работает. Опытный Level Artist должен знать хорошо движок, на котором он работает, потому что, не зная его, будет стыкаться с проблемами и не будет знать, каких решить технически. Будет тратить время на поиски, на решение этих ответов. Ну, естественно, из-за этого увеличивается время работы над локацией. Конечно же, игровой опыт. Он нужен для того, чтобы общаться с геймдизайнерами, понимать для чего и что они делают. Как бы, чтобы найти с ними общий язык или что-то обсудить, найти какой-то компромисс. Потому что Level Artist зачастую приходит к геймдизайнерам и говорит, мне здесь неудобно сделать так, я хочу сделать так. Или же наоборот. Геймдизайнер может прийти к Level Artist и сказать, что ну вот здесь ты сделал не совсем корректно и нужно переделать. Часто это бывает у новичков, когда они делают так называемые искусственные трамплины. То есть получается по блокаду там находится стена. Level Artist ставит там забор. Забор немного валит и в итоге кажется игроку, что он в принципе может пробежать или залезть на этот забор. Вот таких ошибок стоит избегать. То есть, если здесь место, куда не должен попасть игрок, он игрок с первого взгляда должен понять, что он туда не может попасть. Вы, наверное, часто встречались с таким моментом, когда дорогу вам преграждает какая-нибудь тележка в магазине в играх. Это знаменитый такой мем. И вы не можете ее преодолеть. И кажется, типа как так? Ну, я как бы человека взял, отодвинул эту тележку, а вот все, типа проход закрыт, ты туда не можешь бежать. Это очень плохой пример. Игрок сразу с первого взгляда должен понять, что он не может преодолеть это препятствие. Даже если применит силу или начнет просто прыгать, пытаться залезть, он с первого взгляда должен понять, что он туда не залезет. И третьим моментом являются блупринты. Совсем не обязательная вещь, но очень полезная. Мы очень удобно научились с ним работать, потому что я блупринты, например, использую как группы инстансы. Кто моделировал в 3D Max, у кого есть практика работы в 3D Max над локациями или над какими-то сценами визуализации, тот, наверное, уже и приставить не может работу без групп инстансов. Вот аналогом этих инстансов в Unreal служат блупринты. То есть можно собрать блупринт из группы ассетов, расставлять уже по локации блупринты и, как видите, меняя один блупринт, меняются все блупринты в сцене. И следующая применение, которое использует LevelArgest, это модификаторы. Ну, я назвал модификатор. На самом деле это просто блупринты, которые настроены так, чтобы приятно с этим было работать. Я для себя делаю эти блупринты, модификаторы так называемые. Вот один вы видите на экране, как он работает. Чем-то напоминает, наверное, Array в 3D Max. То есть тот, кто работает с этим модификатором, наверное, опять же чувствует себя без рук, как без рук без него. Вот такой аналог можно собрать самому в блупринтах. Можно также использовать блупринты, например, для того, чтобы разрушать объекты. То есть заранее вы делаете какой-то объект целый, используете из разрушенных объектов, а потом просто ставя галочку в настройках, вы этот объект ломаете, а потом объекты раскидываете. Очень полезно бывает, когда объекты часто повторяются в сцене, и их нужно как-то разнообразить. Вот так вот можно разноображивать с помощью блупринтов. Естественно, вот эти все методики работы с блупринтами, они, конечно, не работают без блупринта, который написал мой коллега, который, собственно, извлекает все ассеты из блупринта в обычные акторы в сцене, static mesh. Очень полезные, постоянно пользуюсь и все жду, покуда эпики сделают это официальным инструментом. Этот кусок блупринта можно сделать как отдельную кнопку интерфейса, как мы это сделали, а можно его вписать в каждый блупринт, скажем, кнопка, которая будет превращать блупринт в набор ассетов. В общем, вот такие поверхностные знания о LevelRT. Я надеюсь, у вас сложились какое-то общее представление об этой профессии. Сейчас я покажу быстрое видео, видеозапись работы над локацией. Конечно же, много о чем я рассказывал в этом видео не будет, так как это видео делалось примерно за четыре часа, но основные этапы работы мы рассмотрим на примере создания игровой локации. Видео ускорено, я буду постепенно описывать то, что происходит на экране, что я делал. То есть, на данный момент в видео я готовлю папки, уровни, саблевелы для начала работы. Я часто использую один саблевел, как так называемый Persistent Vault, и в него добавляю саблевелы. На саблевел я размещаю элементы свет на отдельный саблевел, а статик меши на другие саблевелы. Их очень удобно использовать, собственно, как слои в фотошопе. То есть, вы можете создать очень много саблевелов, их отключать, добавлять и как-то с ними работать. Вот мы видим, я создал освещение локации и начал создавать материалы для работы с ландскейпом. Дальше идет настройка над ландскейпом. Я сосредоточил свое внимание именно на ландскейпе в самом начале работы, потому что вы увидите, насколько ландскейп меняет локацию. Здесь настраиваем материалы. Начал это все делать с помощью обычных цветов, покуда я не углубляюсь в текстуры, сами настройки материалов. Это я отложил на потом. Сейчас я просто цветом поместил, где снег, где земля, где какие-то находятся переходы, где камень. И это все по цвету разглажил. Сейчас я делаю настройку. Материалы. Я буду разглаживать материалы автоматически, в зависимости от угла и наклона на ландскейпе. В зависимости от скольпта. Вот я сейчас провожу эти настройки. Создаю просто базовые настройки для возможности их потом регулировать в Material Instance. Применил наш Material Instance на landscape. И уже те параметры, которые я вынес, я теперь регулирую, чтобы добиться нужного эффекта. Подключил их к материалу ландскейпа. И, собственно, начал скульпт. То есть вы видите, чем круче наклон поверхности, тем материал меняется. Это все регулируется в Material Instance. Я собираюсь там, где черный цвет, разместить скалы, где белый снег, а где серый – это какой-то транзит между снегом, скалами. То есть это, скорее всего, будут земляные какие-то переходы. С помощью инструментов скольчу landscape. Вот вы видите, то есть я только сделал начальную работу над landscape и уже как будто локация начала собираться. Добавил воду обычными пленами и материалом воды, который я заранее подготовил. И подключил персонажа из Paragon. Бесплатная сет персонажа. Я решил хайпануть, сделать что-то вроде хеллблейда. Использовал вот такую вот девушку-шамана и выбрал направление скандинавской тематики. Дальше пошел настраивать, собственно, сами материалы. То есть уже когда у нас материалы разложены, более-менее сделан landscape, мы можем уже визуально начинать подключать текстуры, настраивать материалы, делать необходимые настройки. Создаю, опять же, регулируемые параметры, которые я потом буду подкручивать в landscape. Ну, такая черновая работа, можно сказать. Подключить все текстурки, создать все параметры, которые друг на друга похожи, все необходимые крутелки для того, чтобы это все регулировать. Обращу внимание, что желательно все регулируемые параметры называть своими именами, понятными именами. Все по максимальному пытаться группировать, чтобы с этим после было удобно работать. То есть название типа 001 материал или параметры 005 или просто наборы типа кьювер и так далее не подходят, потому что вы сами, ну, по своему опыту могу сказать, что вы сами потом запутаете, что за что отвечает. Вот я создал Material Instance и начинаю его подкручивать, пытаясь настроить, чтобы визуально оно смотрелось презентабельно. Меняю скиллы в параметрах, добавил элементы на бэкграунд, чтобы наш бэкграунд веселее смотрелся. Ну, собственно, то, о чем я рассказывал, три цепла. Та вода, которая лежит дальше, я решил сделать материал попроще, потому что не видел необходимости на такой дистанции и делать дорогой материал с движущимися элементами, нормалями. И сделал такую вот заглушку, чтобы она образовала, скажем, просто уровень горизонта, что как бы за островами есть тоже вода и что она идет до самого горизонта. Подкрутил ее цвет. Вот продолжаю работу над landscape. Теперь перешел на работу со светом. Я решил выбрать такую немного пасмурную погоду. Скажем, через какой-то туман в свете солнца на горизонте накапливаются грозовые тучи пасмурные. Добавил туман для атмосферности. Конечно, локация без тумана, она смотрится очень скучно. Тем более у нас такая локация водная. Вода испаряется и образует вот такую вот прослойку. Все еще вот видите, половину работы очень много. Обращаю именно на работу с landscape. Обязательно бегают персонажи. Это вот очень важный элемент. Очень странно, что я об этом раньше не сказал. Очень важный элемент для работы над локацией именно бегать персонажем. Смотрите на локацию из глаз игрока. Так вы лучше поймете, что вам нужно исправить. Порой иногда можно сделать локацию очень красивой, но когда из глаз игрока она будет смотреться не очень, чем вы, когда смотрите как бы сверху и планируете, что она будет такая классная. Некоторые элементы, они даже могут быть и не видны игроку. И вы просто сделаете лишнюю работу. Вот такой вот совет. Постоянно бегайте персонажем в плакации. Продолжаю модифицировать материалы landscape, подкручивать их, дополнять новыми крутелками. Эти крутелки крутить, настраивать необходимый результат. Я использую настройки часто при работе с материалами. Включаю изолированные слои. Вообще смотреть на материалы и понимать, что в итоге получается. Вот для сведения цвета. Потому что, например, отражение roughness может менять цвет поверхности. Поэтому я сначала свожу base color отдельно, а потом подключу roughness отдельно. Добавляю параметры, которые регулируют на насыщенность цвета, силу roughness, силу нормальной. Все это ввожу в material instance и уже на примере смотрю и подкручиваю. Экспериментирую. Все материалы пытаюсь свести по тону, чтобы они не выбивались и не выглядели однородно. Чтобы земля была похожа на камень тонально. Вот вы видите, чтобы подогнать roughness, перехожу на отдельную вкладку roughness и подгоняю по цвету. Такая идет механическая работа. Дополнение материалов в целом похоже на урок для материала артиста. Но без этого было бы сложно. Конечно, можно использовать материалы скачаны с бесплатных ресурсов. Но без понимания, как работают материалы, очень сложно взаимодействовать с material artist. В общем, то, о чем я говорил, сложно объяснить то, чего хочешь. Или же, что материалы артисты о тебе хотят. Они подавляют регулируемые параметры, а ты не понимаешь, в какую сторону крутить. Бывают такие моменты, что эти параметры нет смысла крутить. То есть есть смысл изменять их только в промежутке от нуля до единицы. Не знающий человек, бывает, их выкручивает в минус или выкручивает наоборот слишком большое число. Но это показывает, демонстрирует незнание человека, как работать с материал-инстанциями. И вот чтобы использовать материалы, которые вам сделал отдел материал-артистов, в полную меру надо, конечно, понимать, для чего они это сделали, на что влияют, ну, выбраны параметры материал-инстанциями. Все это очень важно, и все это нужно знать как минимум поверхностно. Хотя бы в теории, как оно, собственно, так получается. Тут я дальше использую уже с бесплатные ассеты, фотосканы, скал, вписываю их в окружающий мир. То есть ланске я подстраиваю под эти ассеты и пытаюсь более детализировать. Вот теперь уже пошла работа, больше похожая, как все представляют работу Level Artist. Начинаю вот уже работать с ассетами. Использую, постараюсь их использовать по максимуму. То есть, как видите, у меня есть три дома, но я пытаюсь их группировать между собой, как-то более продуктивно, скажем, более разнообразно. То есть один домик вставив в другой, мы получаем по типу третий домик. То есть вот нужно находить такие взаимосвязи выгодные, чтобы не просто доставать объекты, а чтобы из выбранных ассетов можно было сделать просто другой ассет. И именно для этого нужны художественные навыки, чтобы все это размещать друг с другом. Продолжаю работать с ассетами, размещать очень полезные навыки композиции. Вот нужно поставить, чтобы эти все дома между собой смотрели, стояли гармонично, реалистично, друг другу не мешали. И в целом композиция локации была приятная глазу. Я выбрал такую себе тематику, что моя локация должна сделать небольшой путь для игрока. Скажем, он где-то появляется, пробегает по локации, смотрит, получает какие-то эмоции, проходит ее до конца и в конце должна появиться какая-то логическое завершение этого момента. Тут вот я демонстрирую работу со своим блогпринтом, насколько он помогает мне в работе. То есть вот данный чистокол пришлось бы вручную расставлять из брюен очень долго. А данный блогпринт, который я себе сделал, помогает в работе очень хорошо. И позволяет это сделать быстро и продуктивно все это расставить. Так, обязательно сохраняйтесь. Вот был момент. У вас должно в привычку войти. Постоянно сохраняться. Продолжаю использовать asset. Асеты, возможно, я использую не совсем по назначению, но это нормальная практика. То есть если у вас есть бревно для чистокола, не обязательно вам нужен asset, чтобы сделать какое-то отдельное бревно, чтобы сделать эти опоры. Можно использовать и бревно с чистокола. Зачем перегружать локацию лишними asset. Это будет полезно во многих моментах, то есть и в плане оптимизации, и в плане удобства. Вот я сделал один из элементов, о которых я рассказывал. То есть я сделал своеобразный портал, арку, через которую игрок будет хотеться пройти. То есть вы если обратите внимание, то справа и слева у меня как бы находится как бы открытый мир. Но мне нужно заставить игрока, чтобы он не пошел ни вправо, ни влево, а пошел именно в эту деревню. И для этого я сделал портал. Собственно игрок, который появляется, он в первую очередь пройдет через этот портал, а не пойдет гулять по кругу этого острова. Добавляю в локацию asset, который я собрал из блогпринтов. Вот пример работы с блогпринтом, очень удобно. То есть он является как группой, то есть целиком собранной, и я могу менять их между собой. Вот еще добавляю целый дракар, который состоит из щитов, скамеек, весел и так далее. А для меня уже это, я сделал себе заготовленную модель, и она у меня уже есть готовая целиком. Я в любой момент ее могу подкрутить, что-то изменить, например, несколько щитов убрать или заменить на другие. Делая так какие-то вариации объектов, очень удобная вещь. Наполняю локацию деталями. Вот я решил даже на примере вот этой статуи использовать ее в блогпринте, потому что мне важно поставить ее правильно, разместить, чтобы она была ровно расставлена. Это очень просто сделать в блогпринтах, потому что там с помощью значений ты можешь сделать симметричный объект, можешь объекты расставить по кругу относительно центра в локации прямо. Это очень сложно делать. Проще локально собрать в блогпринте и поставить потом на место. Делаю вот этот завершающий элемент, какое-то загадочное алтарное место для игрока, в который он попадет, пройдя локацию. И это будет какой-то логическим финальным завершением вот этой мини-локации. Скажем так, наша героиня проснулась на корабле, ее команда куда-то пропала. Она заходит в пустынный город, в котором также непонятно, кто куда делся, и доходит до какого-то религиозного мистического алтаря. Вполне в конце можно сделать переход и в другую локацию. Вот также пример использую блогпринт свой. Разлаживаю дорогу с помощью блогпринтов и кривых. Очень полезный элемент. Руками это все было бы намного дольше делать. Наполняю локации деталями и навожу порядок. Важно соблюдать порядок локации, чтобы все было на своих саблевлах, опять же, чтобы не теряться в этом всем. Сейчас начинаю уже работать с инструментом Full Edge. Буду размещать растительные элементы. Очень удобный инструмент и помогающий оптимизировать. То есть лучше расставлять… Большинство объектов лучше в локации расставлять в Legend, потому что он создает так называемые инстансы объектов. Они намного дешевле, чем актеры, которые расставляются в сцене. Дополняю какими-то такими элементами художественными локацию. И вот сейчас пробую работать с Full Edge. Расставляю растительность. Регулирую размер в настройках. Часто выставляю… Стараюсь объекты не скейлить… Есть такое правило в Level Art. Стараться не скейлить объекты больше… Ну, слишком больше, потому что на объекте находятся текстуры, и текстуры в большом скейле, они будут выглядеть очень странно. Поэтому я взялся за правило в меньшую сторону скейлить объекты на 0,7, а в большую – до 1,5. Это помогает сохранить презентабельный внешний вид объекта. И в то же время добавляет вариативность в размере между одинаковыми объектами. И тут я в Full Edge поставил себе скейл заранее подготовленный 0,8 и 1. Я наношу, он рандомно скейлит одинаковые объекты между собой, и они кажутся разными объектами. Тут я пытаюсь вживить в локацию инородный Asset. У меня в итоге ничего не получается, мне результаты совершенно не нравятся. Этот элемент очень сильно выбивается из локации, хотя выглядит он как Asset очень хорошо. Но с художественной точки зрения он выглядит очень инородно в этой локации. Вот я пробегаю всю локацию, оцениваю результат. Разместил вся растительность в локации деревья. Добавляю небольшие неровности в локации. Тут главное не переусердствовать, потому что допустимое, скажем, возвышение в локации ниже колена. То есть оно на геймплей не сильно влияет. Но если вы прям сильно сделаете сильную яму или наоборот большую гурку, это может повлиять на геймплей. И на вас потом будут приходить и ругаться геймдизайнер. Вот идет процесс работы. Завершающая уже. И вот мы видим, что у нас получилось. Вот такой скандинавский сеттинг. С такой вот необычной дамой, как главные персонажи. Работу, конечно, можно было бы дополнить еще разными деталями. То, о чем я рассказал, наполнить ее больше историей, какими-то маленькими деталями, остаточными следами того, что здесь было, и связанного по лору, и просто какие-то детали локации. Но в целом над этой локацией, конечно, стоило бы работать не 4 часа, а несколько недель, чтобы сделать ее презентами. Вот такая вот была лекция. Я надеюсь, она была полезна как и новичкам, которые только хотят начать, или была полезна уже Level Artist с небольшим стажем. Может быть, что-нибудь они для себя открыли интересное. Может быть, Speed Level Art помог как-то распланировать свою работу в дальнейшем. Многого я, скорее всего, не рассказал, но то, что успел, то и получилось. Если после просмотра у вас остались какие-то вопросы или же вы хотели бы более подробно узнать о тех этапах, которые я рассказывал, пишите в комментариях. А с вами был Богдан Лапицкий. Всем спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok